Мы с моими друзьями были готовы на всё, лишь бы поиграть. Ну что, кто из вас здесь хочет поиграть? Что вы мне принесли? Золотую рыбку! Я призрак прошлого Рождества. И снится нам нерода космодрома! И это ваш рождественский дух? Всё ближе самые сказочные дни в году, новогодние праздники. Наверное, все мы, пусть и многие, где-то глубоко в душе, верим в чудо. И когда же ему происходить, если не в эти дни, верно? Дед Мороз даже жаворонков раз в году ударом посоха озимь превращает в сов. За окном большими хлопьями падает снег. В доме стоит украшенная разноцветными шарами ёлка. Светится и переливаются гирлянды. Миллион раз сказана фраза. А ну, брысь! Адресованная атакующему ёлку коту. Вот теперь можно укутаться в клетчатый плед, выпить кружку-другую горячего какао и посмотреть кино доброе и праздничное. Джек Фрост. Это кино прекрасно подойдёт для семейного просмотра. Известный певец Джек постоянно на гастролях, съёмках, записях, концертах. Он очень любит свою семью, но работа не оставляет времени на близких. Однажды, поняв, что больше не может находиться вдали от сына, музыкант садится в машину и едет домой. Авария на заснеженной трассе обрывает его жизнь. Но что же это за Рождество, если не случится чудо, верно? Джек обязательно вернётся к семье, но уже в ином качестве. Он станет снеговиком и будет для своего сына самым добрым другом. Гринч – похититель Рождества. В городе под названием Ктоград жил человек по имени Гринч. Выделялся он среди всех своей необычной внешностью. Был зелёного цвета и сплошь покрыт волосами. Надо сказать, что никто его не любил. И здорово его это задевало. А вот праздник Рождества любили все жители Ктограда, кроме зелёного. Не в силах терпеть такое, Гринч ушёл на высокую одинокую гору. Там он обижался на всех и строил коварные планы мести. Что может быть лучше, чем похитить Рождество? От таких задумок даже его вечно плохое настроение поднялось. Теперь всем будет не до праздника. Интересный факт. На грим Джима Керри уходила по три часа каждый съёмочный день. При работе над картиной использовали почти 2000 конфетных тростинок, 69 тонн, используемые в качестве снега мраморной крошки, а ещё 443 сценических костюма. Чародеи – добрая и в чём-то наивная новогодняя сказка о любви, творящая самые настоящие чудеса. Есть такой институт – Нуину, а попросту – научный универсальный институт необыкновенных услуг. Здесь кипит бурная работа. Дело есть у каждого. В этом институте работает Алёнушка Санина. Она готовится к свадьбе со своим женихом Иваном. Но этот радостный для влюблённых день может и не настать. Коллега Лёнушки с фамилией Сатанеев мешает счастью молодых. Ивану придётся помериться силами со злом. Новый год уже совсем близко, и положительные герои должны быть счастливы. Интересный факт. Георгий Витцин озвучил в картине говорящего кота Василия. В итоговом монтаже почти вся роль кота была вырезана. Усатому оставили всего два слова – хам и ура. Витцин был очень расстроен. Добро пожаловать или соседям вход воспрещён? Что может быть интереснее, чем наблюдение со стороны за войной соседей? Фильм представляет зрителям такую возможность. В тихий пригород приезжают две семьи и становятся соседями. Стив Финч всюду придерживается правил, а его сосед Бадди Холл импульсивен и порой представляет немало мороки окружающим. Они поначалу прекрасно ладят друг с другом, пока Бадди не узнаёт, что дом соседа немного больше. Интересный факт. Для сцены, в которой Стив и Бадди соревнуются в беге на коньках, Мэтью Бродерику, исполнявшему роль первого, пришлось несколько месяцев тренироваться с настоящим конькобежцем. Эльф. Любопытный малыш из детского приюта залезает в мешок Санта-Клауса и оказывается в волшебной стране Рождества, где эльфы готовят людям сюрпризы и мастерят игрушки для детей. Мальчик восхищён новым миром и его обитателями. Вскоре он замечает, что отличается от других эльфов и узнаёт о своём происхождении. 30 лет пролетели, словно один день. Превратившись из мальчика во взрослого, Бадди хочет вернуться в Нью-Йорк, где живёт его отец. Интересный факт. Первый вариант сценария фильма появился в 1993 году. На главную роль тогда планировали взять Джима Керри. Бюджет эльфа составил скромное 33 миллиона долларов, а в мировом прокате картина собрала около 220 миллионов. Хочешь, сейчас едете? Да. Чё, хорошо? Чё, что повод есть? Всё. «Страна чудес». Пять комедийных новогодних новелл, героями которых стали молодой полицейский и его напарник. Пара средних лет, которая едет на съёмки шоу с Леонидом Якубовичем. Молодые влюблённые, пытающиеся познакомить родителей. И другие. Этот праздник будет наполнен для них чудесами, что и неудивительно. Ведь Новый год же? Интересный факт. В съёмках фильма приняли участие группа B2 с кавер-версией хита «Землян. Трава у дома». Однако потом продюсеры решили, что этот номер выбивается из музыкальной концепции картины. И эпизод вырезали. Крампус. Что за чудесный праздник? Вот-вот в дверь постучит Санта-Клаус. Но только не в этот раз. Они нарушили священное правило. Поссорились в Рождество. Теперь к ним явится Крампус и его армия демонов. В основе сюжета фильма – старинная легенда Альпийского региона. Об антиподе Николая Чудотворца. Злом духе Рождества Крампусе, который сопровождает Николая Чудотворца и отвечает за наказание непослушных детей. Специально для этого он носит с собой берёзовые прутья. Без Крампуса в альпийских регионах не обходится ни один рождественский карнавал или гуляния. Имена тёмных эльфов, написанные в сценарии, были позаимствованы из исландской мифологии. У персонажей исландского фольклора – рождественских духов и ёлосвейноров. По некоторым поверьям, они могли появляться перед детьми в виде чудовищ и пожирать их. Карнавальная ночь. Знакомая многим история о том, как один бюрократ пытался подчинить подготовку к Новому году строгому учёту и контролю, и что из этого вышло. Фильм даёт чёткое представление о том, много или мало пять минут, и о том, какое количество звёздочек лучше. Надо ли говорить, что сюжету творческая молодёжь из Дома культуры ловко обводит вокруг пальца бюрократа Огурцова и устраивает замечательный весёлый праздник. Интересный факт – фильм занимает в посещаемости 53-е место среди отечественных фильмов за всю историю советского кинопроката. Ирония судьбы или с лёгким паром. Обычный врач из Москвы Женя Лукашин живёт с мамой и готовится встретить Новый год вместе со своей невестой Галей. Мама и сын только что переехали по новому адресу. Третья улица, строителей, дом 25, квартира 12. Мама надеется, что её 36-летний сын наконец-то женится. И Женя без особого энтузиазма готовится сделать предложение своей невесте. Перед Новым годом он, по традиции, идёт с друзьями в баню. А дальше мы прекрасно помним славный город Ленинград, учительница Надя и её женихи Полит. А ещё это ваша гадость – заливная рыба. Интересный факт. Какая гадость – это ваша заливная рыба? И, о, тёпленькая пошла, фразы которых не было в сценарии фильма. Это была импровизация Юрия Яковлева в образе Ипполита. Подарок на Рождество. Продавец матрасов Говард Лэнгстон мало времени уделяет сыну. Он всё время на работе. Решив порадовать мальчика лучшим рождественским подарком, который только может быть фигуркой Турбомена, он отправляется на её поиски. А найти эту вожделенную фигуру непросто. Ему нужно обойти весь город. И он такой не один. Повсюду конкуренты. Желающие порадовать своих детишек. Пока продавец матрасов Говард, сбиваясь с ног, ищет подарок, сын гадает, куда же делся папа. А сосед пытается приударить за его женой. Интересный факт. Фигурка Турбомена, столь востребованная героями фильма, на самом деле продавалась в магазинах США. Она поступила в продажу уже после выхода картины в прокат. Один дома. Скрытые ловушки, боль, унижение и страдания ждут воров-домушников, решивших попасть в рождественские праздники в Дом Маккалистеров. Всё семейство отбыло в Париж, а Кевин, младший из бесчисленного количества детей, остался дома один. Его просто забыли в суете. Поняв, что это день самый счастливый в его жизни, Кевин наслаждается, поглощает мороженое, смотрит запрещенные фильмы, ходит по магазинам. А что до бандитов, так они получают мощный отпор. Кевин чётко усвоил правила. Его дом – это его крепость. Интересный факт. Если по сюжету семья забывает Кевина, то режиссёр фильма, Крис Коламбус, про свою семью не забыл. Его жена, Моника де Вера, сыграла стюардессу, тесть сыграл полицейского. Также в фильме можно увидеть тёщу Коламбуса вместе с его маленькой дочерью Элеонор. Рождественская история 2009 года – это викторианская поучительная история о старом и ожесточившемся скупердяе Эбонезере Скрудже, ненавидящем радость и праздник Рождества Христова, который в течение одной ночи меняется на всю оставшуюся жизнь. В полночь на Рождество к Эбонезеру приходят три призрака. Дух прошлого Рождества отводит Скруджа в те места, где он родился, и показывает ему прошлое событие, а также расставание с невестой из-за его очерствевшего нрава. Дух настоящего Рождества позволяет Эбонезеру увидеть, как празднует Рождество его клерк Боб Кретчет, который живёт в нищете и, возможно, уже не сможет отпраздновать следующий праздник со своим сыном Тимом. Мальчик очень слабый и с трудом может ходить. Скрудж видит празднование Рождества у своего племянника Фреда, сравнившего Скруджа с ослом за то, что тот не пришёл к нему на праздник. Однако Фред и его гости произносят тост за дядюшку Скруджа. До грядущего Рождества, пожалуй, самый зловещий. Он показывает Скруджу многих людей, которые говорят о смерти какого-то старика, который был очень скупым и нелюбым всеми. Фильм заканчивается словами Тима «Господи, храни всех людей». «Вечера на хуторе Блездиканьки» — прекрасная экранизация всеми любимого произведения Николая Васильевича Гоголя. «Вечера на хуторе Блездиканьки» поставлена мастером сказочных кинопроизведений Александром Роу. Прекрасные, удивительно точно подобранные актеры разыгрывают сказочную историю, произошедшую на хуторе Блездиканьки в ночь перед Рождеством. Причудливое сочетание рождественской фантасмагории и эксцентрической сказки делает этот фильм незабываемым зрелищем. Действие разворачивается и в Малороссии, в селе Диканьки, и в Петербургском дворце русской императрицы. Кузнец Вакула прогневил самого черта. Он так намалевал в церкви его фигуру, что смеялись даже обитатели ада. Мать Вакулы, Солоха, сливет ведьмой и любит полетать на помеле. Любимая девушка Вакулы, Оксана, требует себе в подарок на Рождество черевички, туфельки, которые носит сама императрица. Лишь тогда она согласна выйти за него замуж. Чёрт же обещает помочь кузнецу достать туфельки с ноги самой императрицы, только если тот продаст ему душу. Времени же до Рождества остаётся совсем немного, но сметливый кузнец Вакула, оседла в чёрта, привёз своей любимой Оксане черевички из самого стольного града Санкт-Петербурга. Плохой Санта 2003 года. Вилли – необычный Санта-Клаус. Раз в год на Рождество он вместе со своим напарником грабит очередной универмаг. К тому же, в прошлом он отсидел в тюрьме, был не единожды женат, а ныне Вилли – злостный бабник и пропойца. Он по-настоящему плохой, невыносимый Санта. Но нашёлся мальчуган, который всё-таки в него поверил. И Вилли придётся творить настоящие чудеса, чтобы на сей раз довести задуманное до конца. Семьянин, 2000-й год. Джеку Кэмпбеллу, роль которого досталась Николасу Кэйджу, повезло вновь стать счастливым. Жаловаться ему абсолютно не на что. Есть крупная компания, шикарная квартира, дорогой автомобиль. К слову, в съёмках был задействован спорткар, в действительности принадлежавший актёру, и огромный счёт в банке. Но получив необычный шанс, герой задумывается, стоит ли выбирать карьеру и пренебрегать семьёй. Результатом становятся кардинальные изменения в его жизни. Жена, ребёнок, малоплачуемая работа, старенькая машина и долги. Так ли выглядит на самом деле счастье? Когда ты думаешь, что вся надежда исчезла, происходит нечто волшебное. За 20 минут всё раскупили. Восьмибитное Рождество, 2021 год. Ох уж эти восьмибитные приставки. В своё время о них мечтали все. Почти так же, как сейчас дети мечтают о смартфонах. Дочь главного героя тоже выпрашивает телефон. Но отец достаёт приставку и вспоминает свою молодость. Зрители отправляются по коридорам памяти прямо в самые 80-е. И если вы думаете, что игра находится в центре сюжета, вы сильно ошибаетесь. В центре семейные ценности, дружба, работа в команде, целеустремлённость и, конечно, любовь. Кстати, главная роль досталась Нилу Патрику Харрису.